Ей по-любому боятся отказать. Что это за приодетый мужчина? Одевается как баба. И многие другие подобные фразы мы можем видеть в сторону дам, о которых сегодня пойдет речь. Как вы привыкли видеть, на моем канале множество подворок накачанных девушек, и все они селектированы по принципу красоты, мускулистости или другим объединяющим факторам. Бодибилдинг вкупе с многообразием анаболических стероидов, диуретиков и множества других препаратов в итоге могут давать очень большой разброс результатов как по главной цели, так и по побочным последствиям в виде проблем со здоровьем, внешностью и полной потери женских признаков. Сегодня я для вас подобрал трех девушек, которых объединяет страшно красивый вид. И это не оценка красоты или грубость, как могут трактовать многие. Это именно в контексте устрашения от их вида, насколько они изменились и могут напугать окружающих. Дамы из подборки, если не набрали огромное количество мышц, то уж точно получили сильнейшие внешние изменения, которые способны вызвать у многих настоящий шок. Нас ожидают три страшно красивые девушки, мы начинаем в порядке бывания прямо сейчас. Первая атлетка под именем Райан не имеет нигде биографий или протоколов участия на каких-либо соревнованиях, даже фрагментально не была обнаружена ни на одном форуме или видео на ютубе. В шапке профиля другой социальной сети указаны призовые места. Мне ее скинул зритель и я сразу понял, это наша пациентка. Сразу можем обратить внимание на любовь спортсменки накладывать фильтра на фото. Однако не везде это уместно. Например, здесь отчетливо видим тотальное поражение кожи вследствие интоксикации или нарушенной работы органов. Учитывая место и объем поражения кожи, сразу понятно, что химические препараты здесь сыграли далеко не второстепенную роль. Она настолько внешне изменилась и вкупе с проседающими скулами на сушке напоминает какого-то брутального бразильского футболиста. Однако стоит улыбнуться и выглядит Райан уже более прозаично. Видим не столь внушительные объемы, как мы привыкли из наших видео, но в рамках ее весовой отличные пропорции, кондиции, форма и глубина мышц. Возможно, хотелось бы поменьше талию и была бы точно топ. Из старого вот фотки трехлетней давности. Как сильно она изменилась, решать вам. Более юные фото найти, к сожалению, не удалось. На некоторых фото она все же смотрится сносно и, думаю, ее омужественное лицо в основном обусловлено двумя факторами. Это постоянный низкий процент жира, из-за чего лицо очень п***лое, что дает эффект мужественности. И второе, постоянное напряжение лица. Такое ощущение, что на половине фото у нее заклинило лицевые мышцы. Так как на редких фото лицо вполне приемлемо для женского бодибилдинга. Далее у нас идет Холли Гирсон. Родилась 27 декабря 1975 века в Мартине, штат Южная Дакота. Ныне живет в штате Колорадо. По образованию Холли врач, специализирующаяся на трудных скелетно-мышечных повреждениях. До бодибилдинга участвовала в Родео. Лучшие результаты. Жим лежа 122, становая тяга 174, приседаний 144 килограмма. В свободное время работает в своей клинике, проводит время в интернете, занимается верховой ездой. На вопрос, как она вообще пришла к тренировкам, ответила так. Моя лошадь поранилась в Холлидже, и я больше не могла участвовать в Родео, и я была на стипендии. Так что сначала это было просто чем-то, чтобы скоротать время. Также атлетка в свое время делилась амбициями получить прокарту и соревноваться на высшем уровне. Впрочем, это типичное желание большинства бодибилдеров. Она считает, что у нее есть генетический потенциал над другими, который нужно реализовать. Но первый соревновательный опыт не особо ей пришелся по вкусу, ведь она чуть не потеряла сознание из-за диеты. Или читайте, огромного количества диуретиков. Также ее удивило невероятное количество грима, которые нужно наносить перед выступлениями. Она любит животных, особенно лошадей и собак, а также участвовать в разных шоу. Вам стоит учесть, что всем этим данным около 10 лет, и сейчас у нее уже солидный возраст, и я не нашел свежих протоколов ее выступлений. У Холли в прошлом довольно серьезный опыт выступлений и неплохие результаты, о чем свидетельствует список всех ее участий на соревнованиях как в любителях, так и в профессионалах. Судя по количеству низкосортных оскорблений панчей, можно определенно сказать, что наши гости отлично вписываются в наш сегодняшний топ. Однако, будем объективны, почти все эти комментарии порождены комплексами неполноценность. Ведь если зайти в профиль 99% комментаторов, у половины нет своих фото, у другой половины фигуры и внешность, ну прямо скажем, природа отдохнула. В любом случае, как бы атлеты не выглядели, они за год делают больше хорошего и трудоемкого, чем большинство оскорбляющих таких спортсменок-пассажиры за всю свою жизнь. А следующая женщина уже нянчит троих внуков и получает позитивный комментарий о своей фигуре. Бабушка с 45 сантиметрами бицепса имеет очень низкую прослойку жира. Ну что тут сказать? Похоже, я хочу иметь фигуру, как у бабушки. Перед вами 51-летний Робин Хиллс из Онтарио, Канады. Она разбивает привычные представления о бабулях. Робин – профессиональная бодибилдерша и победительница многих спортивных конкурсов. Благодаря упорному труду и силе воли, женщина превратилась из робкого нескладного подростка в настоящую гору мышц. Анаэробные тренировки и пятиразовое питание превратились в 51-летнюю Робин Хиллс из стеснительной серой мыши в эталон фигуры для многих мужчин. Вопрос о зачатии детей и влиянии стероидов на эту функцию уже закрыт, так как у нее не то что дети, а уже трое внуков. Она говорит, что малыши не преграды для достижения таких результатов. Миссис Хиллс работает в исправительном учреждении, а также занимается миофасциальной стретч-терапией и силовыми тренировками. Будущая бабушка-качок пошла в спортзал после окончания школы в 89-м году, чтобы привести фигуру в порядок. Там она случайно вдохнула метан и села на тренерский шприц с установом. Ее разнесло и в итоге она просто влюбилась в бодибилдинг. Робин оставалась в форме даже после рождения двоих дочерей. Ей удавалось объединять материнство и спорт, воспитывая детей. Они обожали смотреть соревнования с ее участием и поддерживать маму с трибун. После многих лет упорного труда в 2014 году спортсменка получила сертификат от Международной Федерации Бодибилдинга. И сейчас у нее есть возможность выступать на соревнованиях в профессиональной лиге по всему миру. Глядя на ее накачанное тело, тяжело представить, что когда-то она была тощей. Кроме бодибилдинга, Хиллс увлекается баскетболом, волейболом и бейсболом. Раньше она была неуверенной тихоней, но сейчас любит себя, наслаждается жизнью и всегда находится на позитивной волне. Сейчас миссис Хиллс весит 91 килограмм, объем ее бицепсов составляет 44 метра. Женщина тренируется 6 дней в неделю, готовясь к соревнованиям, и 5 дней в неделю в межсезонье. Бодибилдерша посещает турниры 2 раза в год и говорит, что спорт научил ее, бери в себя. Бабка редко слышит негатив в свой адрес, получая много позитивных комментариев от пользователей соцсетей и поклонников. Она подсчитывает калории, но ест 5 раз в день. Просыпается в 6 утра и выполняет интенсивные кардиоупражнения в течение 20 минут до первого приема пищи. Завтрак спортсменки состоит из чашки яичных белков, двух цельных яиц и шпината. В обеденное меню входит примерно 140 грамм курицы, а также огурцы, кетчуп без сахара и специи. После второго приема пищи Робин отправляется в спортзал, выполняет разные кардиоупражнения в течение 12 минут. Практикуется в позировании, 10 минут сидит в сауне и обедает. Третья порция еды состоит из 140 граммов стейка и 85 грамм батата. Четвертый раз бодибилдерша садится за стол после прогулки с собакой. Она съедается 40 килограмм рыбы или курица с огурцами и рисом, если не готовится к соревнованиям. Затем наступает время для общения с близкими. Бабушка играет с внуками в игру под названием «Кто съест больше таблеток метана» перед пятым приемом пищи. На ужин миссис Хилл сготовит себе чашку яичных белков, шпинат или авокадо, а потом 20 минут занимается на беговой дорожке перед сном. Иногда спортсменка любит побаловать себя суши и шоколадом. Бабуля с остальными мышцами долго и упорно работала над собой и обкалывала свои булки химии, чтобы достичь таких впечатляющих результатов. Это помогло развить ее внутренний потенциал и стать сильной не только физически, но и морально. Робин научилась достигать поставленных целей несмотря ни на что и продолжает двигаться вперед, вдохновляя других. Для тех, кто искренне хочет изменить себя и свою жизнь, нет ничего невозможного. Многие другие подобные видео со стероидными девушками вы можете найти в соответствующих плейлистах на моем канале. Также не забывайте заглянуть в мой чат по заработку. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Варгунин Дмитрий. До новых встреч, друзья!